Книга «Открытым оком». Тема «Будущее мира. Страшный суд». 17-й том. Вопрос 3149. «Почему церковь не публикует труды тех людей, которые видели, что в России беда всюду, и что церковь не на высоте? Пришла революция, и как будто никто ее и не ждал». Отвечает Игнатий Тихон-Челатки. Вопрос нужно направить к церковному руководству, потому что тогдашние, так и сегодняшние книжники слепы. Евангелие от Луки, 11 глава, 52 стих. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Такие патриоты, как Зоя Крахмальникова, публиковали за границей, а потом сюда присылали. Вот, к примеру, «Надежда», выпуск 7, страница 151 по 206. Письма Михаила Епископа Таврического, умершего в 1898 году. Цитирую. «Наэлектризовать их можно, но стоит ли это делать? Нужно воскрешать, но на это нет сил, сам мертв. Все придет само собой, если будем ежемгновенно стараться об одном, как бы не затмить в себе Христа, как бы привести к Нему других. Но разве может быть норма, когда все идут врозь и среди профессоров, и среди студентов? Норма может быть только там, где есть единое живое дело, единая и живая цель, где общий труд, объединяющий всех чувства. Мы вялые, мы скучаем, пьем, скандалим, утомляемся, потому что нет увлекающего нас общего дела. Даже лучший из нас не имеет внутренней силы сказать «Так говорит Господь» или «Так повелевела Церковь». Ведь может случиться, что ловя овец, сами заплутаемся с ними. Пастырю необхотимо сойти к посовам. Но есть ли с чего сойти? Этиофсы ищут, где источник. Сколько ни говори о пастырстве, разве нет превознесения над миром и сознания жизни, того сознания, что мы совершенно противоположны миру во всем, решительны во всем. Тогда ничего не выйдет, и ловля овец будет игрой в жмурки со стадом. Вообще Христос отодвинут как личность. Относительно излишков в службах с вами согласен. Все наши службы, кроме литургии, носят монастырский характер, взятый из монастырей. Пришлось закоснеть на древнем и заимственном. Так и в церкви. Часто стоишь, болваном долго и вдруг очнешься. Я столько поглотил в себе и ничего не произвел. Хочется черновой непосредственной работы. Какая совесть, когда никто не знает, что добро, что зло? Где же сила вашей религии? Отчего это бессилие? Да от того, что это не вера. Это только тоска, опустевшей и разочарованной, а часто истерзанной души. Вот когда испытания, несчастья, может быть великие и потрясающие и очистят нас. Взволнуют до той глубины духа, откуда идут все творческие силы. Когда религия будет для нас положительной силой. Когда мы сможем уверовать в ее возрождающую силу. Когда будем вполне готовы отдать за нее свою жизнь. Вот тогда религия возродит нас. А так, мелко поместная куриная болтовня. Мы в страшном ослеплении все. Вы не поверите, как с каждым днем, с каждым часом, я все больше и больше вижу это. И мне страшно становится. Мы забыли, отвергив все, что составляет самую жизнь. Самый смысл миссии Христа. И не только светские это сделали, но и духовные. Так жить нельзя. И скоро должен наступить кризис. И будут подвиги и жертвы. Тьма сгущения над нами. Сгущенная над нами. Слабыми и невежими в вере. Веяние Запада должно развеяться, разразившись грозой и молниями. Исайя, 44 глава, 8 стих. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал. И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Иеремей 2, 20. Ибо издавна я сокрушил ермо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Иеремей 28, 8. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствия и мор.